Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о том, какие танки Т-34 получили обидное прозвище «уроды», а многие танкисты чуть ли не плевались от перспективы воевать на них. Как известно, во время Великой Отечественной выпуском танков Т-34 занимались разные заводы. Наиболее добротными считались танки 183-го завода, а наиболее плохими – завода номер 112 «Красная Сормова», который относился к Наркомсудпрому и не мог на равных конкурировать с другими танкостроительными предприятиями. Конечно, формально завод 112 являлся чуть ли не старейшим предприятием танкостроения, ведь именно на нём появился легендарный борец за свободу товарищ Ленин. Но с тех времён опыта в производстве танков существенно так поубавилось. Осенью 1941 года вышел первый Т-34 этого завода, а к концу года удалось окончательно наладить производство. Ну, как наладить? Завод получал все материалы, комплектующие позднее остальных, зачастую худшего качества, а Москва требовала всё больше танков. Добавьте к этому устаревшее оборудование и дефицит кадров, и вы получите закономерный результат. В 1941 и 1942 годах качество танков, мягко говоря, оставляло желать лучшего. В документах мы можем найти такие сведения. Танки с завода номер 112 отличаются небрежной сборкой. Сварные швы различной толщины, в ряде случаев излишне бугристые и прерывистые. Многие танки поставляются неукомплектованными ДПУ и аккумуляторными батареями. А все осмотренные танки имели один общий недостаток – большое усилие на маховике поворотного механизма. При длительных маршах в топливной системе танка возможно появление течи бензина и его самовоспламенение, приводящее к выходу машины из строя. О сормовских уродах упомянул даже Сталин в письме Малышеву. И в заключение товарищ Малышев очень хочется надеяться, что вам наконец-то удастся что-то сделать с сормовским уродом, на котором боятся воевать наши танкисты. В конечном счете ситуацию удалось исправить после получения новых станков, а также прибытия технических специалистов с Уралвагонзавода и Института электросварки. С весны 43-го года завод становится пионером по разработке множества полезных нововведений для Т-34. Хотя и до этого, еще в 42-м году, по многочисленным просьбам танкистов, завод начал устанавливать поручни для экипажа и десанта не только на бортах, но также и на лобовой броне и башне, что стало отличительной особенностью сормовских танков. В мае 43-го года было разработано и внедрено сцепное буксировочное устройство. Конструктор Ревзин предложил снабдить люк командира Т-34 приварной комбашенкой, изготовленной из полосы броневой стали. В дальнейшем ее конструкцию доработали и приняли в серийное производство. Да, разумеется, далеко не сразу завод начал выпускать качественную продукцию, но на то были свои причины. Тем не менее, труд рабочих позволил удержать переходящее красное знамя Комитета обороны в течение 33-х месяцев подряд. В итоге оно было оставлено заводу на вечное хранение. К осени 43-го года облик Т-34 завода номер 112 постепенно изменился. Вот что вспоминает танкист Лешко. «После Курска я попал в Санбат, вернулся в бригаду уже в начале октября. Ехал на попутки. Там я встретил своего бывшего заряжающего Румянцева, который теперь командовал танком в соседней роте. Он поведал, что бригада пополняется, и что он ездил за танками в Горький. Я помнил, что горьковские танки всегда были не очень, и опечалился. Но когда пришел в батальон, удивился. Ничего общего со старыми машинами. Все Т-34 аккуратненькие, чистенькие, с командирскими башенками на крыше. А когда сел за рычаги, еще больше удивился. Танк стал легким в управлении, быстрее набирал обороты. Прямо ласточка, а не танк. Но у того же Исаева в книге «Берлин» 45-го можно найти упоминание о танках завода номер 112. Продукция завода была известна как «Сормовские уроды», и прибывшие машины в некоторой степени оправдали это наименование. Они имели всего по 20 килограммов масла в системе, а при снятии колпаков, опорных катков, выяснилось, что большинство из них имели неполное количество смазки. Четыре танка вообще не имели смазки в катках. В общем, раз на раз не приходится.